Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Христос родился! Прославим Его! Я поздравляю всех христиан православных, католических, протестантских с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и как православный обновленческий архиепископ, архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви. Я рад пригласить вас на богослужение, которое состоится в России и в Украине. Я буду принимать участие в богослужении в городе Костроме, проповедовать буду в Костроме 25 декабря. 7 января я буду проповедовать в городе Днепропетровске. И это будет богослужение в Духовном Центре. А в Костроме каждый из вас, дорогие друзья, может прийти на богослужение. За дополнительной информацией вы можете обратиться по местной церкви Костромской, христианской церкви. И справки по телефону 960-742-1971. Я повторю, 960-742-1971. Пастор Андрей Данилов, мой друг давний уже, и на богослужениях в Костроме я бывал уже неоднократно в этой церкви. Я надеюсь, что и 25 декабря на богослужении Господь прославится. И, в общем-то, для славы Господа Иисуса Христа я и еду проповедовать в город Кострому вновь. И, дорогие друзья, в Днепропетровске, в Духовном Центре Возрождения будет проходить богослужение, рождественское богослужение. Ни 25, ни 7 числа мы не можем утверждать, что именно родился Христос. Мы не можем знать, сегодня никто не знает точную дату рождения Иисуса Христа. Ученые сегодня предполагают, что это могло быть в сентябре месяце, за несколько лет до официального Рождества Христова. Но, как бы то ни было, мы отмечаем, празднуя и 25 декабря, и 7 января, мы вспоминаем события, которые действительно имели место. Это событие рождения Мессии, рождения Христа Спасителя, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который пришел в этот мир спасти грешников. И каждый из нас, независимо от цвета кожи, национальности, независимо от того, бедны ли мы или богаты, мужчина или женщина, Господь, Он призывает всех. И каждый из нас может призвать имя Господа Иисуса Христа и быть спасенным. Написано, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только в Иисусе Христе наша жизнь, наше спасение. И я благодарю Бога за эти предстоящие богослужения, прошу ваших святых молитв, и по возможности прошу присоединиться к этим молитвам, в этих богослужениях поучаствовать. И я прошу вас также на нашем сайте и в социальных сетях оставлять ваши комментарии, вопросы. Я думаю, что с Божьей помощью постараюсь ответить на многие из этих вопросов. Я стараюсь и старался и раньше также, и стараюсь сейчас, и буду стараться в дальнейшем отвечать на вопросы ваши, дорогие друзья. Пишут православные христиане, католические, протестантские христиане, пишут неверующие, мусульмане, иудеи, очень разные люди. Потому как тема реформации, она всегда не оставляет никого равнодушным, во-первых. Во-вторых, реформация православной церкви – это тема такая мало раскрытая пока еще в христианском мире современном. И прошу ваших молитв о реформации, о положении реформации православной церкви. В этом предстоящем, наступающем, наступающем в 2019 году, в августе месяце, планируем провести 4-й собор нашей церкви, Украинской реформаторской православной церкви. Прошу тоже ваших святых молитв о предстоящем соборе. И Господь да благоставит каждого из вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас. И хочу пожелать тем, кто уже примирился с Богом, в этой истине дальше находиться, стоять. А те, кто еще не признали еще Христа спасителем своим, познайте Его. Призовите имя Господа Иисуса и будете спасены. Аминь.